привет сегодня смотрим с вами на интересный шейный нож вот такие вот ножны качественные кожаные само собой различные тут варианты по подвесу и соответственно вот такой вот нож причем кстати говоря разные немножко с двух сторон вы можете видеть да то есть он не симметрично сделан то есть у него вот так вот все но на самом деле классно давайте поговорим вот что я придерживаюсь мнение что намного лучше иметь нож чем быть без него когда он как раз вот очень нужен и тут важный фактор того что большинство ножей с фиксированным клинком носить постоянно ну просто неудобно то есть как бы следовательно для меня сразу напрашивается вывод обычно примерно такой что компактный нож при себе удобный легкий а этот нож весит всего лишь 33 грамма без ножен и вместе с этими ножнами 71 грамм что тоже довольно мало на самом деле в общем-то не обременительный да вот этот вес то есть это намного лучше чем что-то большое внушительное которое будет лежать на полке дома то есть лучше компактный нож собой чем соответственно огромный какой-то тесак но который лежит на полке толку от ножа который не используешь и не делаешь как бы им никакую работу там использующего крайне редко зачем он казалось бы возьмем как бы нож например даже на природу там в какой-нибудь поход например да там туристический допустим какой-то поход но нет желания нести в гору огромный тяжелый тесак в городе постоянно таскать нож ну как бы зачем зачем при использовании как бы распугивать окружающих привлекать внимание полиции снова как бы ну мне честно говоря не очень это хочется согласитесь вот и приходим к философии компактного политкорректного ножа складные ножи тут заняли на самом деле свою нишу не из простата как как бы по на самом деле как правило они действительно компактнее они легче ножей полноценных да вот таких вот ножей с фиксированным клинком однако они имеют тоже ряд недостатков ну как бы смотрите у складного ножа могут быть проблемы с засорением механики прежде всего то есть тут с фиксированным ножом никаких проблем с механикой с ее засорением вообще ничего подобного нет то есть как бы с надежностью складного ножа в принципе да то есть вот эта вся раскладная система это все как бы замок опять-таки который может не выдержать нагрузку осевой может расшататься но как бы и философия ножа как бы совершенно иная опять такими вот получилось например что на эндуре я вот потерял вот эту вот шайбочку сейчас видите как вы выкрутился на поставил маленькую шайбочку и вот такой же винтик получилось закрутить но по факту где-то бы вот найти кстати если кого то есть но выручите пришлите вот такой мне винтик если у кого то есть но как бы сам факт да то есть вот он получается складной нож и нож с фиксированным клинком но здесь у нас компактная модель. Понятно, что если мы возьмем большой какой-то нож с фиксированным клинком, там будет огромная разница. К чему? К чему это все? То есть, смотрите, у ножа есть определенные проблемы. У складного, да, и при как бы использовании, при применении ножи с фиксированным клинком имеют свои преимущества. То есть, если хочется как бы реально инструмент прежде всего, да, то стоит обращать внимание на ножи с фиксированным клинком. То есть, их вообще проще изготовить более крепкими, более удобными. То есть, не нужно подстраивать эргономику рукояти и форму клинка под возможность именно его складывать как-то. То есть, здесь уже дизайнер делает все для того, чтобы это было именно функционально. То есть, не обязательно подгонять там что-то как-то, лишь бы. То есть, есть свои преимущества. Поэтому философия маленьких ножей для города лично мне понятна. Это удобные, крайне на самом деле практичные ножи, которые не обременяют, но выручают. Потому что с удовольствием носятся постоянно, в отличие от тяжелых, опять-таки, больших фиксидов. Еще мы получаем суперкрутой клинок в данном случае. То есть, это углеродистый многослойный ламинат твердостью 58-60 единиц по роквеллу. Очень красиво, на мой взгляд, выполнен. То есть, по внешнему виду это классно. Прямо центральный слой, сердцевина. Это крученный торсированный дамаск, как бы, плюс внешние слои. 4 мм у меня получилось по обуху здесь намерить. Вы можете видеть вот такой вот здесь интересный скос. Ну и мы видим, что у нас получается вот такая вот форма. То есть, здесь у нас получается как бы вот такая... Давайте попробуем показать, как это все выглядит. То есть, здесь у нас получается как бы линза вот такая, да, в одну сторону. А здесь у нас получается прямой спуск, но вот с таким вот долом. Дол – это, на самом деле, больше дизайнерская часть, больше для облегчения веса, для каких-то вот таких моментов, да, делается. Плюс, как бы, дополнительное ребро жесткости происходит при уменьшении веса, как бы, не теряется прочность. Ну, то есть, такой вот интересный момент. Ну и, конечно же, это дизайнер, прежде всего. Дизайн. Значит, на мой взгляд, достойных производителей наших ножей, в общем-то, стоит поддерживать в данном случае. Мастера зовут Алексей Федотов, он из города Павлова. То есть, мотивы такого якутского ножа здесь применяются, поэтому называется он якутенок. Как бы, сделаны они ради практичности. Причем, кстати, на мой взгляд, классно все это сделано. То есть, нож компактный, выглядит как полноразмерный. Если бы я вот сейчас как-то не показывал вам, да, его величину там в своей руке, по сравнению с какими-то другими ножами, то он вот так вот на фотографии, например, где-нибудь смотришь, кажется, что абсолютно такой полноразмерный нож и, ну, без каких-то скидок на размеры, да, выглядит так серьезно. На мой взгляд, это плюс. Значит, безусловно, такие ножи стоит выбирать индивидуально. Кому что больше нравится по виду, к чему лежит, так скажем, душа. Я, например, сразу, если по габаритам, там, вообще как-то сравнить, вспомнил про Изулу, но вы посмотрите, насколько велика разница. Опять-таки, Изулу это прям какой-то такой тяжелый-тяжелый уже фиксер, тяжелая артиллерия по сравнению с вот таким вот маленьким, в общем-то, шейным ножичком. Хотя Изулу тоже как позиционируется как шейный нож, но понятно, что она прям намного более обремительное в ношении будет, но, опять, у каждого будут свои плюсы и минусы. Сведение я мерить не стал, опять-таки, потому что здесь оно очень разное, то есть тут мы намерим довольно много, а тут, видите, практически в ноль получается, то есть как бы как это не совсем корректный получается замер, поэтому, в общем-то, мерить в данном случае сведение просто не стал. Нож достойный, это главное. Большое спасибо компании Резать Руза, что предоставили этот нож на обзор. Интересная модель, интересная, то есть прежде всего, наверное, своим каким-то вот таким дизайном, внешним видом, ну а по практичности это нож и можно много чего делать. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!